Музей битвы за Ленинград обзавелся не просто экспонатом, настоящим артефактом времен Великой Отечественной. Со дна Невы подняли тяжелый танк КВ-1. Что за нелегкая эта работа, тащить этакого бегемота? На себе сполна ощутили водолазы и военные, которые целые сутки провели на штормящей реке и закончили только во вторник вечером. Очень сильное и очень неприятное течение. Здесь как раз вы видите изгиб Невы, достаточно неприятное в навигационном плане место. Мы сейчас находимся на середине фактически Невы, мы находимся на судовом ходу. И соответственно здесь глубина 15 метров. Останков экипажа в танке по штату 5 человек не обнаружили. То есть танкисты успели покинуть машину, затонувшую предположительно во время переправы к Невскому пятачку. Кровавая бойня там это тема отдельная, объемная. Остановлюсь немного на самой машине. КВ, он же Клим Ворошилов, получил боевое крещение в зимней войне с Финляндией, в начале Великой Отечественной, заслужил от немцев прозвище «Призрак». Их снаряды чаще всего отскакивали от брони, как орехи, вызывая ужас у наводчиков. Впрочем, с выходом на переднюю линию немецких «Тигров» на орехи доставалось уже самим КВ. Производство этой этапной для советской школы танкостроения модели свернули в 42-м, выпустив более 3000 машин. До наших дней докатили чуть более 10, и вот этот найденный на дне Невы танк очень скоро должен встать в музейный строй, а возможно после тюнинга и выйдет на парады. Настолько хорошо он сохранился.